Друзья, мы тут с Александром начинаем играть в игру, которую он придумал. А хотите я? Да, хорошо, давайте. Значит, Александр, что у вас в руках, скажите? Так, в руках. Это одна из игр. У меня сейчас выходит большая линейка игр. Это мои авторские игры. Специфика этих игр состоит в том, что они для всех возрастов. То есть, вот здесь написано, от трех до девяносто девяти, а можно и выше. И эти так далее, правильно? Ну да, в общем, по сути, это игры лечебные. Потому что, когда люди начинают играть и начинают кайфовать, вообще, смысл игры заключается не в том, чтобы ребенка грузить какими-то дополнительными обязанностями. Вот чего я ненавижу, это дидактические игры. Дидактические игры, это когда я вот что-то изобрел для того, чтобы впендюрить ребенка какого-то знания. Нормальная игра, это игра, в которую хочется. Вот ваш муж любит играть в преферации? Наверное. Ну, наверное, да. Так вот, его же никто не заставляет, ему самому хочется. Ну вот, нормальная игра, это когда в нее хочется самому играть. И если игра не просто там карточная какая-то, а игра в качестве побочного эффекта которой, ребенок будет читать, будет сочинять, будет кучу-кучу. Вообще, вот я сейчас просто буду показывать, как из этой простой игры можно делать кучу-кучу всяких чудес. И я буду, мы будем играть, и я буду время от времени комментировать. Потому что надо вообще меньше говорить, надо играть. Ну вот, ну я сразу начинаю. Ну, вроде бы совершенно дурацкая картинка. Ну, кстати, у нас начинает, вот сказать, целая серия такого рода картинок. Там будет и космос всякий, всякие там, всякие разные вещи. Ну, вот такая простенькая картиночка, да? И вот я сейчас буду вам, дорогие девушки, давайте мы сначала немножечко представимся. Так вот, меня зовут Саша Александр. То есть мы пишем на бумажке? Нет, на бумажке я просто таблицу составляю, потому что мы уже будем очки набирать. Да, да, да. Да, вы поможете мне справиться с этой ручкой. Я забыла ничего. Да, я понимаю. Но я буду другие очки. Хорошо, ничего, мы разберемся без очков. Итак, я Александр. Вы у меня Света. Света или как вас лучше? Светлана. Светлана, Светлана. И вас как лучше? Ира. Ира можно, да? Хорошо. Будет Ира. Так, Александр, Светлана, Ира. Замечательно. И вот сейчас мы... А, ну, хотя с другой стороны я сейчас ведущий. Поэтому, а правда потом вы сможете быть ведущей, тогда я буду очки набирать. Пока я ведущий связи. А Миша у нас не играет, он только на камере стоит. Миша, с нами играет? Легко. Ну, легко, тогда присоединяйтесь. Такая камера как же. Ну, а что камера? Камера можно? Вы будете... Ну, хорошо, вы стойте там, все равно... Ладно, все, прижим. Ну, все, нормально. Можно подниматься туда, Миша. Но чтобы люди у вас лицо увидели, да, конечно. Чтобы знали, что Михаил существует на самом деле, а не просто, так сказать, вот прячется где-нибудь там за... Я есть, я есть. Ну, вот. Это одна из игр, я уже сказал. Вот такая вот штучка. Здесь всякие буковки, перепашки, которые можно отбирать и прилеплять. Итак, вот здесь спрятано, утверждаю я, совершенно бесконечное количество загадок. Вы скажете, как может в примитивной такой картинке бесконечное количество загадок? Ну, что ты, ну, ерунда. Загадки кто задает? А загадки сначала я, потом дети, потом... Когда вы поймете принцип, будет очень понятно. Зачем идет еж? Нет, да нет, нет. Да, дай что-то сказать. Ну, кому же это интересно? Зачем идет еж? Это совсем неинтересно. Здесь спрятано очень много-много всяких слов. Я сейчас буду загадывать, какие я создал. Это могут быть существительные, это могут быть прилагательные, это могут быть глаголы, это могут быть наречия, все что угодно. И я сейчас, и все будет совершенно по-честному. Вот я сейчас начинаю, загадываю какое-то слово. Да, и слова могут быть видимые, то есть они здесь натурально есть, они здесь есть, это можно увидеть. Хотя это видимое, но не очевидное. А есть невидимое, это то, что здесь может быть. Я сначала начинаю работать с областью видимого. И делаю, например, вот так. Ну, например, а еще здесь очень важен эффект блоа, фотоувеличения. Я вначале могу показать всю картинку, а потом могу показывать некую зону этой картинки, где прячется это слово. И вот здесь очень важно, какие слова вы начинаете называть. Итак, первое. Я говорю, что вот здесь, на этой картинке прячется слово, а потом я буду область сужать, а буковки добавлять. Слово, в котором, это будет существительное. Сразу скажу, это то, что здесь можно увидеть. Это то, что здесь можно увидеть. Это существительное. И в этом слове, и в этом слове, сейчас беру букву. И в этом слове вторая буква L. Буквы, они, как бы, можно потом использовать или они пропадут? Нет, нет, это многократные буквы. Это буквы прилипашки, которые бесконечные. Вторая буква L. Вторая буква L. Это здесь есть. Это видно. Хорошо, вы продолжаете. Вы можете давать свои варианты. Есть ли что-нибудь такое со второй буквой L? Пляж. Прям супер, гениально. Но я заглядал, не пляж. Хотя пляж совершенно точно здесь. Вот он прям бы на пляж ее поставил. Прям ее, да, конечно. Но это очень близко. Это находится, я сейчас делаю фотоувеличение и показываю. Это находится вот в этой зоне. Вот в этой зоне находится слово, в котором вторая буква L. Но я даю третью букву. Я первую не даю. Хотя могу, конечно, и первую. Если с маленькими можно и первую давать букву. Но вы же такие взрослые люди. Я утверждаю, что здесь, в этом слове, третья буква. Здесь есть. Улыбка. Браво. Гениально. И смотрите, а теперь смотрим. Сколько очков завоевал Михаил. Так. Он завоевал U-L-I-B-K-A. Все те буквы, которые он гадал, это его очки. То есть он отгадал. Если бы он отгадал, если бы я еще добавлял, добавлял. И он отгадал одну букву, одну очку. А так Михаил сразу. Это зайчик или кошка? Это зайчик. Зайчик улыбается. Да, улыбается. Вот здесь видно, что у него есть улыбка. И эту улыбку видно. И мы, и Михаил первый. Видите эту улыбку? Да. Вот видите, она как бы скрыта. Вот вроде как на картинке. Но в то же время это надо... Ну, конечно же, нужно присмотреться и увидеть, что там что-то есть такое. Но заметьте, я пока работаю только с тем, что есть. Мы должны это изучать. Я шел с другой стороны. Я смотрел на эти буквы. Улыбка. И я думаю, ну хорошо, улыбка есть там. Есть, а вот прям улыбка. Ну, ребят, вы увидели ее после этого? После этого увидели. Я буду по твоей части отгадывать буквы. Что делать? Слова. Гадать слова. Он пригодится. Я, знаешь, как отгадал все буквы и не смог прочесть. Именно так бывает. Так бывает. Итак, отлично. Михаил зарабатывает уже 4 очка. Мы идем дальше. В принципе, Михаил уже может загадывать. Но давайте пока я побуду ведущим. Просто я покажу какие-то разные возможности. И покажу, кроме всего прочего, почему за счет этого, когда я начинаю изнутри слова идти, не смягчал, а изнутри добавляю еще, добавляю еще, формируется вот этот классный совершенно на опусте. Но вы сказали, что от 3 лет. Да. Значит, человек в 3 года, ребенок, он уже как бы буквы знает? Нет. Объясняю. Я это запускаю как семейную игру. Я предлагаю в это играть взрослым. Прежде всего взрослым. И практика показывает, что если 3-летний малыш тут под ногами крутится, во-первых, я настаиваю на том, что самый гнусный способ обучения чтению это начинать с буквы. Буква бессмысленная единица, если она не включена в слово. А слово бессмысленное, если она не включена в предложение или в какой-то контекст. Вот здесь улыбка включена в контекст. Она не просто появилась, мы ее видим. Или она может быть включена в предложение. Буква появляется потом. Так вот, если мы играем и постоянно это приклеиваем, если у нас играют 27 лет, 8, 9, 10 лет, а рядом болтается трехлетний ребенок, он вдруг очень скоро начинает читать. У меня уже просто, я кучу практик таких построил, это совершенно удивительный эффект. Когда родители говорят, а ведь и правда мой Петя научился читать. А ведь и правда моя Маша научилась. И мы сами не заметили, как это произошло. На самом деле классика жанра заключается в том, что всегда... Классика чего? Классика жанра. Классика жанра. Классика жанра обучения читения заключается в том, что вот как часто в нашем детстве мы учим своего ребенка читать, а рядом маленький ребенок болтает со своими занимателями, и он быстрее научается читать, чем тот... Есть такой эффект в сельской школе, где в одной комнате сидят дети из 3, 7, 10 класса, и младшие слышат, и вот у них такая пропедевтика получается. Ну, конечно. Но мне здесь самое главное состоит в том, чтобы вовлечь этот круг вас. Поэтому я всегда родителям говорю, вы про ребенка забудьте. Вы сами начните играть. Потому что вот сейчас же было... Вы же в Сиос пытались решить задачку? Вы же не изображали из себя что-то? Он еще не интересен, он еще вот так, мы не хотим даже подумать, он уже ответ дает. А что же вы молчите? А что же... Ничего. А вы расслабьете? Так это только начало. Вы расслабьтесь и начнете получать удовольствие. Нет, это еще нет гены. Кого нет? Это вообще по его части. Да, вот так, ребята, вы еще не привыкли, просто вы не поняли как. Как только вы поймете как-то... Все только начинается. Итак, поехали. Я даю следующее слово. Загадываю следующее. А буквы все в единичном экземпляре? А не в единичном, это дает кучу дополнительных возможностей. Потому что мы букву одну вставили, а в каком-то месте мы ее пропускаем. На самом деле, мы не должны все буквы выкладывать, чтобы увидеть слово. Смотрите. Дальше поехали. Так, а эти мы не забираем буквы. А я не тоже могу, они пусть стоят. Но эту улыбку, как вы видим, улыбка, я потом их могу использовать. Мы пока размещаем в каких-то... Ну, в общем-то, для подсказки, я все равно букву помещаю близко, относительно близко от того места, где спрятано слово. Ну, что такое относительно близко? Это может быть... Ну, это очень условно. Но все равно я не буду на другой край Вселенной это помещать. И, например, я сейчас говорю вам, что вот здесь спрятано слово, где-то здесь спрятано слово, в котором есть такая буква. И я не говорю вообще, на каком месте эта буква находится. Понятно, скажете, ну, там куча слов с буквой. Ну, говорите. Есть, есть вариант. Обочина. Ух ты! И правда, здесь есть обочина. А где обочина? Правда, чтобы была обочина, нужна дорога. Да. А дороги вроде бы нет. Как? Вот это вот. Это скорее такая-то линия холмов. Обочины я не вижу. Что? За холмом дорога. Бинокль. Отлично. В слове бинокль есть буква О, и это здорово. Корзина. Корзина в нем тоже. Бабочка. Что? Бабочка. Бабочка есть. Ромашка. 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 Слушайте, какие вы молодцы. Как много вы знаете букв, в которых есть буква О. Но, прекрасно. Вот вы их поназывали, и это очень хорошо. Мы выдаем варианты, мы пытаемся отгадать. Хорошо, но я даю дальше. А есть вот такая буква рядышком за буквой О. А сейчас думайте. Х? Да. Это первая буква? Я не сказал. Но есть слово хо. Это есть. Ищите, пожалуйста. Пожалуйста. Это есть. И это неподалеку. Это смотрит прямо на вас. Думайте, думайте. Хо есть. Что же здесь есть такое? Хо-хо. 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 Нет, хо-хо. Это можно увидеть. Я утверждаю. Холм. Холм. Великолепно. Есть холм, но я загадал не холм. Это видно. Это совсем близко. Это совсем рядышком с этими буквами хо. И это очень-очень близко. Ну, давайте, смотрите внимательно. Холм. Это здорово. Я просто не вижу ничего. Ну, смотрите. Нет, ну тогда нет. Ничего, ничего. Ну, положи вот так, чтобы все было. Ну, ну. Тогда надо отсвечивать. Надо и матовые делать. Ну, на самом деле, надо сидеть рядышком. Если бы вы сдвинулись, просто, конечно, так не очень удобно, когда это вот в разной стороне. Правда, я еще играю таким образом. Я каждому ребенку даю свою картинку, и он на ней ищет. Ага. Ну, что, неужели никто? Хорошо. Я сокращаю область. Не везде здесь. Я показываю, где это есть. Например, это есть вот здесь. Точно есть вот здесь. Ухо? Конечно же. И Михаил завоевывает еще одну очку. Естественно, там это ужасно. Это тяжелый случай. Тяжелый случай, да, конечно. Я загадал слово ухо, конечно. А сейчас я загадаю более сложную вещь. Я сейчас загадаю прилагательную. Ага. Ну, с учитыванием можно... Кстати, сколько, думаете, здесь есть существительных? Ой, безмерное количество. Безмерное количество. Потому что, кроме всего прочего, мы можем давать существительные. Я использую вот те же самые хо и говорю. Здесь где-то есть слово, которое не видно, но оно спрятано. И в этом слове есть буквы хо. Вот это вот часть этого слова. Хорошо. Нет, это существительное. И это существительное прячется. Оно невидимое. Оно точно прячется вот здесь. Кто догадается, что это за слово? В домике что-то такое? В домике прячется слово, в котором есть... Оно существительное? Оно существительное совершенно нет. Холодильник. Холодильник. Отличный вариант. Это очень может быть. Но я сомневаюсь, что все есть кому-то... Ну, может быть, что прячется холодильник. Хотя я загадал другое слово. Ну, может, они приготовили холодное. Может быть... Холодец. Ух ты! Может быть, там есть холодец. Это холодное тоже. Холодец может быть. Украинский вариант. Но я загадал другое слово. И, внимание, я даю следующую букву в этом слове. Думайте. Хозяйственная была. Хозяйка. Заход. Хозяйка. Хозяйка. Великолепно. Или хозяин. Да, и хозяин. На самом деле я загадал слово хозяйка. Удор. Ну, это может быть. Но вы же должны загадать мое... Отгадать мое слово. Мою загадку. А я загадал хозяйку. И тогда сколько вы очков завоевали? Считайте. Это сложно считать. Дум. А дети начали... Вот. И смотрите. Я-Е-Г-А. Ну, конечно. И мы начинаем считать. И это особый такой спеллинг контроля. Который очень важен ребенку. Х-О-З есть. Я-Е-К-А. Четыре. Четыре очка завоевывает Светлана. И таким образом у Миши пять. У Светланы четыре. У Миши пока есть не одного очка. Пока. Малечка. А ты как все варишься. Не пугай меня. Я подумаю, что я женился на... Нормально все. А ты все варишь. Ты все варишь. Так. Успокойтесь. Все только начинается. Друзья мои. Мальчик, я слышал, что ты сказала холодильник. Я помню. И еще какое-то слово. Так не угадал. Нет такого слова в этой букве, да. Нет такого слова. Это было не то. Да, 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 да. Но, кстати, один... Маня, я тебя по-прежнему люблю. Браво, браво, браво. Супер. Супер. Недавно. Отлично. Да, кстати, один из ходов, который я иногда включаю, можно сдавать очки только за угаданные вот эти буквы, но иногда я в качестве, когда работаю, играю с детьми, за каждое придуманное слово, в котором есть это сочетание, я даю бонус на одного очка. Да. То есть, по идее, если мы вводим эту... Ну, давайте. Не надо меня обделять. Дело не в этом. Дело в том, что это тоже креатив. Когда дети начинают выбирать некоторые варианты, например, я бы дал очко за холл, я бы дал очко за холодильник. И за пляж тоже. И за пляж, конечно. Потому что это, конечно, хорошее креативное. Оно отвечает на вопрос. Ну, естественно, потому что это на самом деле, да, это не то, но, тем не менее, это здесь существует. Детей это начинает стимулировать. Естественно, что дети начинают давать слова с ошибками. А слово с ошибкой не проходит. Например, вы говорите, ну, условно, я даже не знаю, там, ну, в общем, неправильно. Я это слово записываю и показываю. Нет, в этом слове все-таки друг, оно пишется иначе. И вот это слово пишется иначе, то, которое ты сказала. Да, ну, интересно, интересно, не надоедает. Да, когда ребенок, например, говорит, а у меня здесь буквы КАК, он говорит корова. Я говорю, ну, я пишу, нет, корова пишется вот так. То есть это одновременно становится очень крутым тренером. Тойота-корова. Да, да, да. Тойота-корова, да, да. Это крутой орфографический тренинг, и поэтому эта дурацкая вроде бы игра оказывается очень эффективной для детей 6, 7, 8, 9, 10, 11 и далее лет. Ну, естественно, конечно же, конечно. Но то, что в началке, это просто стимулирует активно вот эту орфографическую интуицию. А кроме того, расширяется вот это поле зрения. Я начинаю думать, а что там еще может быть? Ну, например, вот из каких-то таких... А вот давайте вот сейчас такую сложную задачку задам. Считай, вы с легкой уже справитесь? Да, знаете, на самом деле, давайте так. Итак, внимание. Где-то вот здесь есть слово. Вот в этой зоне где-то есть точно слово. Его не видно. Оно спрятано, но оно точно там есть. В котором есть вот такая буква. Лилия. Лилия, отлично. Ну, Лилия здесь. Ну, вот там вот. Да, может быть, Лилия. Ну, Лилия видно. Ее видно. Хорошо, я даю дальше сразу же даю. Может быть, там яма. Яма. Может быть, давайте так, смотрите. Я даю следующее слово. Следующее. Сейчас. Вот здесь оно есть. Это уже другое слово? Нет, это оно. Я расскажу эти буквы, так? Земля. А, сейчас подойдите. Я хочу, чтобы здесь поместилось ровно столько букв, сколько не хватает. Это земля. Две. Да, здесь должно быть. Земля. Отлично. Землю не видно. Она спрятана. Из-за этого я вам дам, конечно, очки. Из-за травы. Это роскошно. Но я загадал не земля, не землю. Земля. Отлично. Я даю еще одну букву. Песня. Может быть, там кто-то поет. Девочка, может быть, она поет. Хорошо. Я даю еще одну букву. Подождите. Сейчас, сейчас, сейчас. Вот так. Вот так оно будет. Так, а это была первая или нет? Нет. Я не говорю первая. Я не сказал, какая она. Это вы сами догадываетесь. Перья. Супер. Ой, у меня есть слово, но я не могу произвести. Секунду. Покажите перья. Ну, как бы вот так. Ну, конечно. Супер. Ну, я загадал не перья. Но перья видны. Видны. Они видны. Но, тем не менее, за это я, конечно, вам тоже очко даю. Важно. Я не могу вам сказать слов. Не приличная. Девочка-то, может быть, поет. Ну, ну. У нас тут буква «Н». У нас тут буква «Н». Ну, да. Так, вот. Понял. Нет, я не могу. Так, я понял. Первая буква «Х». Да? Ну, я не могу. Так, так. Говорить в прессу. Так, хорошо, понятно. Так, друзья мои. Это опускаем. Да. На очко положим. На самом деле, внимание, когда я передаю... Такого слова нет. Когда у меня играют взрослые, я прошу только об одном. Когда детей нет, пожалуйста, можете во все, что угодно играть. Но в присутствии детей, пожалуйста, табуируйте определенные слова. Хорошо. Хорошо. Тогда я даю еще одну подсказку. И вот сейчас будет загадочка-загадочка. Потому что здесь, ну, когда вы думаете, это здесь где-то обязательно есть. Червяки. Браво! Червяк. Червяк. Конечно, здесь есть червяк. Че и я. И вы получаете еще два очка с утра. Че, я. За че и за ке. Конечно, за че и за ке. А теперь мы будем играть в прилагательные. И как только вы начинаете отгадывать прилагательные... Это так еще больше, чем существует. Ну, во-первых, существует сумасшедшее, конечно. Вообще, самая главная история с этой игрой заключается в том, что она вдруг начинает расширять зрение. Дети в это поиграли, а потом они начинают ходить. Да, здесь перенос, да. Они начинают ходить по двору. И вдруг они начинают видеть те мелочи, на которые они обращали внимания. Для меня еще в этом смысл заключается в том, что я вот очень часто сталкиваюсь с тем, что дети становятся такими маленькими старичками, которым все ужин надоело. Их ведут куда-нибудь в лур. Они ходят, смотрят, ну, в лур. А все как бы нам нечего-то объясняют, нечего-то показывают. А мне это все уже неинтересно. Мне это все как бы знакомо. А мне очень важно, чтобы зрение прояснялось, чтобы ребенок видел глубже. Да и мы, чтобы видели глубже. Чтобы мы видели, что за поверхностью лежит огромное количество смыслов и уровней, про которые мы даже не успеваем подумать. А если мы начинаем в это играть, зрение становится более объемным. И мы понимаем, что в любом месте мы можем увидеть больше, чем лежит на поверхности. Ну, разве это школа тогда? Ну, разумеется, конечно, конечно. И начинаем. А теперь вот смотрите, как мы просто вводим опцию прилагательного, и как сразу расширяется поле, потому что здесь нужно будет не просто прилагательное отгадать, а сразу сказать, к какому существительному оно прилагается. Потому что прилагательное, оно всегда к чему-то прилагается. И я делаю, например, ну, например, ну, какое-то элементарное такое прилагательное, которое, например, давайте. А, прилагательное я очень люблю давать вообще с конца. Потому что в этом случае идет еще тренировка окончательная. Но это тоже не обязательно. Ну, хотя, я, например, говорю, вот здесь где. А, я, о, е. Да, 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 да. Здесь прячется прилагательное, приложенное к чему-то. Где последняя буква? Я. Высокое. Красивое. Зеленое. Высокое, красивое, зеленое. Снежное. Красное. Подождите. У меня было условие. Сразу же. Вот. Говорите и существительное сразу. Высокая гора. Гора. Отлично. Снежная гора. Снежная гора или снежная вершина. Красная крыша. Красная крыша. Отлично. Зеленая травка. Зеленая травка. Отлично. Я говорю, все это нет. Счастливая девочка. Ты собирался это сделать? Там девочка нарисована. Советская девочка. Так. Ребята, вы отгадали. И это невероятно. Что отгадали? Так, все очки мне, пожалуйста. Счастливая? Моя девочка. Совершенно верно. Я совершенно неожиданно. Так. Кто там есть? У вас гениальная жена. Ты слышишь? Я знаю. Ей с мужем не повезло. А то, что она гениальная зная. Мамечка, если не хватает очков на мыть. Это все. Ребята, на самом деле это для меня большая неожиданность, потому что вы вдруг по одной нигде догадались. Это невероятно, потому что это сложно. Это же повесок и лежачий. Я по мелочам нет. А теперь считаем. С, Ч, А, С, Т, Л, И, В, А. С, Ч, А, С, Т, Л, И, В, А. Счастливая. Счастливая. Мы как раз играем в прилагательные. Счастливая девочка. Слушать надо. Счастливая девочка. Счастливая девочка. А у нас и у свое. Ну понятно, понятно. У них там уже свое. Так, так. Там люди готовы. Прости сварить чайпина и все. Вот так. И чем это все заканчивается. Ну вот. А теперь я прошу, ну допустим, поскольку у нас сейчас безусловным лидером игры стала, конечно же, Ира. Не из всякого сомнения. Пожалуйста, делайте свою загадку. Можете существительное, можете прилагательное, можете видимое, можете невидимое, можете наречие. Только сразу говорите, какая это область. Выкладываете буквы и делаете загадку. Делайте ваши ставки, господа. Буквы в любом месте. Первая, вторая, третья, какая угодно. Одну сначала буквы. В начале существительное надо. Что хотите? Ну, прилагательное вам будет трудно. Ну, ну, давай. Поэтому надо... Здесь прилагательное. Так. Колючее. Колючий куст. Колючий куст. Нет. Все, давай. Давайте облегчим задачу в начале существительное. А, ну, хорошо, давай, существительное. Так, ага, буквы. Подождите, уже есть одна буковка? Нет, это... Буква О? А, все, понятно. А, все. Вот вам существительное. Буква Б. Белочка. Правильно. Ну, вот теперь... А, вы первую букву дали, да? Да. И сразу откатала белочка? Да. Ну, тут подверг. Я вам хотела подсказать, потому что прилагательное у меня будет трудно. Прилагательное вот так пишем? А, оно отдельно будет, да? Да. Белочка. А, это прилагательное к белочке, вы сразу говорите? Да. Но это не первая буква уже. Это уже... Это первая. А, это тоже первая, да? Нет, прилагательное. Белочка. Это прилагательное к белочке, да? Бо или О? О. Ты пишешь сверху внизу или слева направу? Обжористая. Нет. Так, обжористая не проходит. Давайте вторую. Вот посмотрите на нее, и вам должно это слово прийти. Ну, вы давайте. Самое главное. Так, внимание, вот теперь правила игры. Очень важное. Дети страшно не любят, когда на игру тормозим. Вот одна из самых страшных ошибок, которые делают педагоги, они дают задание, ну ты подумай, ну ты еще подумай. Поэтому обратите внимание, как строится, как я и дал с вами. Я не даю вам времени, особенную, я не говорю вам, ну подумайте. Я сразу заполняю. Вы дали несколько вариантов, а я уже готовлю следующую букву. Игра должна быть динамичной. Потому что как только вы сделаете вот эту классическую штуку, когда вы, ну Танечка, ну подумай, ну это же так просто, ну еще подумай. Станется скучно. Все, и станет скучно, и она уже идет. Вы не бойтесь давать, продолжать. Вот просто давайте еще одну букву, давайте еще одну букву. И в какой-то момент Танечка. Оранжевая белочка. Оранжевая белочка. Ну давайте, давайте, оранжевая, нет? Нет, не оранжевая. Давайте. А вы торопитесь, вы уже готовьте следующую букву. Вот это вот последняя букв. Так. О, а это первая? Да, ну оранжевая тоже подготовка. Оранжевая. А количество букв сюда попадает нужно? Ага. Осторожная. Осторожная белочка. Ну давайте, давайте, вы не тормозитесь. Нет, она не осторожная. Ирочка, вы не тормозитесь, а буквы добавляйте. А, буквы, ага. Ваша задача. Ну если я вам дам вторую газу, знаете, поэтому я вам дам первую. Конечно. Это уже первая. В серединку куда-то вставляйте какую-нибудь букву. Главное, вы не тормозитесь, чтобы ребенок не закис. Вы уже готовьте следующую букву. Вы не ждите, что по этой буквы кто-то что-то отгадает. Самое главное, продолжайте. Самое главное, чтобы была динамика. Очароватое. Очароватое. О. Вот тут буквы. О-бо-я-тель-ная. Нет. Нет, давай. А вот иначе начинай. Обожравшая. Обожравшаяся. Она ест реже. О-бо. Ага. Так. Вот. О-о-т. Ну вот это тут молодой. Вот, давайте. А здесь одна буква, да? Да. И вот смотрите, что здесь очень важное получается. Мы уже понимаем, что здесь не хватает одной буквы. О-забоченная. 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 А вы посмотрите на нее. Она вот смотрит и не знает, куда я с этим вот желудем пьется. О-забоченная. И тогда Михаил зарабатывает. З-з-о-ч-е-н-н. А я. А. 6-7. 7 букв зарабатывает. Я же тут есть. Ребята, посмотрите на эту озабоченную белку. Да. Чтобы вы знали. Они уже увлечены друг другом. И мы уже не до озабоченной. Извините, мы вас перебьем. Это будет на уши, что ли, вы будете? Пойдите на белочку. Мы уже наметили. Классный. Нариль для мальчиков. Да. А ты помнишь свою озабоченную белочку? Да. Белочку? Что за белочка, которая озабочена? И чем озабочена наша белочка? Ну хорошо. Давайте у вас там лучший пример. Да, пожалуйста. Никит, они не лучшие. Это чудесный пример. Я просто, я опять же, как бы это на уровне методической рекомендации, просто говорю, вы давайте еще буквы, давайте. И понимаете, чем быстрее вы это делаете, быстрее ребенок начинает читать. Я понимаю, это будет названием видео. Озабоченная белочка. Озабоченная белочка. Озабоченная белочка. Озабоченное выражение лица. Да. С позволения сказать. Да, морду. Подойдите на эту морду. Да. Так, вы хотите этот эфир про озабоченную белочку? Да, что ли? Так, хорошо. Да. Ну что, Михаил, ваше задание. Придумывайте вы. Да, начали с улыбки, а пришли к озабоченной белочке. Можно к лагону. Так, можно к лагону. Так, так что я теперь задачиваю? Да, конечно, да. Теперь вы озадачиваете нас. Озабочиваете. Озабочиваете. Ну, давайте. Еще куча букв с той стороны есть. Да, ладно, давайте я сосредоточусь. Давайте. Значит, это будет... Ну, даже не прилагательное, а такое, как бы, определение. Так. Ну, хорошо. Ну, хорошо. Дефинишн. Хорошо, ну, понятно, это какое-то определение. Это свойство. Такое-то свойство. Хорошо. Характеристика. Буквы давайте, место давайте. Дадем место где-нибудь вот так вот. Пропорти. Вот тут. В слове есть буква В. Оно есть. Не в начале, не в... Где-то оно может быть в конце, может быть в начале. Мы этого не знаем. Ну, в слове нет. И это что-то определяет. Это слово что-то определяет. Относительно одного из объектов, которые видны. Так сложно. Пропорти Веллэ. Но если вы тебе ребенку скажете, это что-то определяет относительно одного объекта, это будет круто. Ветер. Это есть на картинке? Ветер. Это есть на картинке. Это не ветер. Да. Ну, вы давайте, давайте. Давайте, господа. Давайте, господа. Смотрите, если народ тормозится, если он не успевает въехать, ведущий должен торопливо давать следующее. Не тормозится. Тем более, обратите внимание, знаете, в чем выгода ведущего? Чем быстрее он выкладывает свои слова, тем меньше он дает очков. Вот еще есть буква Л через одну. Ого. Весело. Весело. Нет, весело не помню. Через одну. Через одну. Ого. А это прилагательное, да? А, обволакивающие. Как бы. Обволакивающие. Или вечное или что? Можно сказать, я не такой знаток терминологич. Хорошо, нет, когда вы говорили по русскому языку, он должен отвечать на какой вопрос. Если это прилагательное, то есть какой. Вот на какой вопрос отвечает этот вопрос? Какая? Какая? Акцию прилагательное. Акцию, хорошо, может быть прилагательное, может быть причастие. Так, обволакивающие. Нет, ну оно должно быть, если прилагательное, мы идем с чем, да? То есть если великая, что? Великая вершина. Великая вершина. Великая вершина. Великая река. Здесь-то оно нет. Реки-то нет. Великая страна. Да, да, да. Великая гора. А вы не тормозитесь, вы продолжаете. Вы не ждите ответов. Вы быстрее выкладываете. Ага. Чем быстрее вы это делаете, тем меньше мы... Давай, покажи, какая буква, там кто-то полицейский... Так. Ух ты! Я сдаюсь, я сдаюсь дальше хочу... Веселая. Весь... Нет, видите, здесь одна только буква. Одна буква, а здесь две пропущено. Здесь две? Да. Тогда вот и все. Нет, пропущено. Вот так тогда две. И непонятно. Нет, три, там три. А, тут три, да? Тут три буквы. А после А что-нибудь есть еще? Нет. А, все. А-а-а. Велика может быть? Велика? Не получится. Велика, широка. Велика. Ну, давайте дальше, дальше. Так, давайте. Михаил, дальше, дальше, дальше. Так уж, тогда вам еще одна буквка, это да. Вот, давайте, давайте. Ну, и загадочка. Да, хитрое, хитрое, как говорится. А дети тоже, они начинают с вами изобретать, что-то такое начинают придумывать, дают загадочки, и хохочут, и веселятся, ну, если они при этом без ошибок это сделали. Да. Я очень рекомендую детям, если вы лучше слово загадали, планшетом воспользуйтесь и проверьте, как оно пишется. Так, да. Да, значит, чтобы не получилось так, нехорошо потом. Чтобы ошибочка не получилась, потому что если ребенок или взрослый загадал слово с ошибкой, он получает ноль. не, не Валяшка, не, ничего себе, не Валяшка. Не Валяшка. О, Господи, что ж это такое загаданное? Так. Друзья, сейчас. НЕВЕЛИКА Так нет, ну это же, это еще должно быть прилагательное, это уже Оно такое, знаете, хиткое такое-то Ой, это что-то лишняя буква пришла Ну изобрел человек НЕВЕЛИЧКА Да НЕВЕЛИЧКА 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 ПТИЧКА ПТИЧКА НЕВЕЛИЧКА Это же существительное Да Нет, да, но это существительное, но оно такое определяешь Ну да, это существительное Но тем не менее это существительное, которое пристроено к птичке Ну это как конюр-коргунок, ну да, конечно То есть, коргунок это прилагательное Ну это не прилагательное, конечно Ну вот здесь, посмотрите, вот в этот момент Друзья, в этот момент мы начинаем обсуждать существительное, прилагательное и другие слова Это как раз очень важная креативная задачка Вот я еще почему говорю на этом пространстве Вот мыша в этом плане поступил, ну действительно какой-то ребенок Ну да. И вот мы говорим, да, хотя это и определяет птичку-невеличку, но тем не менее, невеличка это тоже существительное. Но существительное, которое... Я же не сказал, что это прилагательное, я сам понял, что это определение такое. Да, птичка-невеличка. Мы сказали, на какой вопрос отвечать? Какой? Птичка какая? Нет. Невеличка? Нет. Птичка. Я в основном не знаю, птичка какой. Какой? Птичка-невеличка. На самом деле, птичка-невеличка это вообще целостное такое вот слово. Вы можете сказать, что русский язык очень сложный, что в нем слово «ком» пишется «бес» с надким знаком, а слово «трек» – «бес». Невеличка нельзя использовать без других слов. Ну да, ну да, ну тем не менее. Поэтому это не совсем кошел. Ты хочешь сказать, что это вообще все одно такое словосочетание такое устойчивое? Ну, конечно, невеличка нет такого слова в русском языке. Нет, ну птичка-невеличка может быть. Но мне хотелось слово «невеличка». Я вижу птичка. После этого мы делаем следующую вещь. Потому что птичка-невеличка? Мы берем планшет или компьютер и записываем. Невеличка – это какая часть речи? И компьютер вам ответит. Ну, давайте прямо сейчас наберем. Знаешь, птичка – безналичка. Да, да, да. Безналичка – это существенное, что бесконечное. Так, а что нам нравится? А вот «невеличка», пожалуйста, какое это слово? Какая часть речи? Конечно, существенное. Да. Невеличка – нет такого слова самого-существа. Так. Ну, давайте, птичка-мечка. Птичка как раз понятно. А как она? Вот мы сейчас узнаем. Слава Богу, компьютер всегда по-другому. Ну, почти всегда. Невеличка. Драма называется «невеличка» Калининград. Невеличка – драма Скородченко. Так. Невеличка, правда. Часть речи. Невеличка – часть речи. Невеличка. Часть речи. Часть речи. Фамилия. Часть речи. Невеличка – часть речи. Часть речи. Птичка-невеличка. Морфологический рабо… То есть, смотрите, оказывается, птичка-невеличка – это единое слово. Стоп, стоп, в какой части речи относятся слово «невеличка»? Так. Ответ на вопрос. Так, какой части речи? Слово «русское». А, нет, русское это причем. Это русский, надо бы не видеть так, где. Так, а где «невеличко»? Часть речи слова «невеличко». Существительное? Существительное, все. О, значит, ты вам задал правильно догадать. Все-таки, да, то есть определение. Существительное может действительно в предложении играть роль определения. Оно определяет. Потому что мы же знаем, что есть части речи, а есть… Есть подлежащая сказка. Ну, конечно, конечно. Вы знаете, что? У меня возникла в связи с этим. Где моя дочка, она ходит в какую-то русскую школу. Какая-то русская школа, причем она недалеко. Где-то, говорят, в Ситя находится или в Сан-Мотель, где-то там рядом. Я думаю, что им нужно, они же детей именно обращают. Да, конечно, нужна. Да, конечно же нужна. Нужно просто обратиться к этим организациям. Ребята, существует, имеет синонимы «карлик», «лилипутка». Нужно просто обратиться. Ну, конечно. Это школа, конечно. Это, конечно, маленькая. Друзья мои, я вот эти сейчас начинаю распространять в школах вот эти игры, вот такие и в детских садах в России. Я их тогда запускаю, я объясняю и показываю. У меня педагоги начинают в детском саду, там, в старшей группах просто в это играть, и они говорят, эффект совершенно ошеломительный. Дети побеждают сегодня педагоги. Слушай, дальше. Карлик, «лилипутка», «фитюлька», «маломерка», «пиглица». А как много интересного мы дополнительно узнали. Про эту невеличку, что оказывается так много… Фитюлька. Да, 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 да. Как много радостных открытий готовит просвещение друг в дух. Да, совершенно нет, да. Богат. Богат. Да, 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 да. Как много нам открытий чудных. Я вообще настаиваю на том, что самое трудное – изобрести простую жизнь. Ведь это же очень просто. Да. Когда я это запускаю, люди говорят, господи, так просто, почему-то не приходило никому в голову. Вот я говорю, голова у меня так устроенная, ей в голову иногда приходят какие-то вещи. Я это запускаю, и это реально работает. Ну да, это развивает, конечно. Это работает в семье, это работает в школах, это действительно дает кучу-кучу импульсов образовательных. Для детей и для взрослых. Угу. И мы начинаем во все это просто с энтузиазмом играть. И дети начинают в это самое. Подождите, давайте вот все-таки мы скажем. Все-таки сидят люди нас смотрят, так? И они скажут, а я хочу, а я хочу такую игру. Да. Допустим, я знаю, я могу вас купить, у вас с собой есть. А им-то что делать? Ну вот пока, насколько я понимаю, сейчас пока это… Хотя можно, в принципе, попробовать заказать через Лабиринт. Есть такой магазин. Я не знаю, поступили они туда уже или нет. То есть, может, заявка? Да, в интернет, в магазине Лабиринт. А как называется это? Азбука Смыслов. Азбука Смыслов. Еще я могу порекомендовать. Есть… Азбука Смыслов. Азбука Смыслов, да. У меня сейчас… Если интересно… Я просто теперь не знаю, могу ли я со своим… Да, это вам, конечно, ничего не говорить. Интеллектом подойти к вам, мадам. Участие, значит, гены проявляется в том, что дети услышат, как можно сказать, одно и то же слово. Скажи, птичка… Скажи как-нибудь по-разному, птичка-невеличка, но по-разному. Птичка-навалочка. А, ну вот начинаем, да. Птичка-невеличка. Так… Птичка-невеличка. А можно показать? А что? Давай, иди сюда. Давай, иди сюда. Парк, иди сюда. Так, иди сюда. Вы мне скажите, кто я, я вам сразу… Или птичка-невеличка. Или псиноним. Птичкис невеличкис. Я бы сказал, птуха свистуха. Вот такая еврейская птичка небольшая. Это можно не снимать. Это может быть не маленький. Это детям. Маленький птич. Давай. А вы просто давайте здание. Птичка эмоционально в разных состояниях. Хорошо, давай так. Самое простое это национальная краска. Птичка невеличка. Слушай, птичка невеличка? Да. Это уже кто-то ближе к Баку. Что еще? Маленькая девочка. У меня-то девочка маленькая. Птичка невеличка. Снесла яичко. А вот допустим из Харькова женщина, которая там как-то... А шо? Птичка невеличка. Или где? В гнезде. В гнезде. Что сделала? Снесла. Шо? Яичко. Кому? Ой, извините. Ссори. Бабушки с дедушкой. Что дальше, Миш? Говори, что будем делать? Нет, ну мы это детям. А, детям? Что ж ты это, да? Птичка невеличка. Вот. Я не знаю, ребят. Вы давайте задания, я вам тоже изобретаю. Отлично. Тут просто. Нет, детям не надо так вот. Это очень правильный ход. Так, друзья мои, вот это очень важная вещь. Когда я играю в такие игры, вот это обязательно. Все слова по-разному интонационно предъявлять, это круто. Как раз это обязательно. Ты делал, ты обеспечен работой до конца своих дней. Попробуй поиграть. Может у тебя было выше. Я не могу. Весь мой интеллект ушел на предыдущем. Все это не очка. Ребят, все-таки мы начали с лабиринта. Спасибо, Евгения. Спасибо. Он окрасил, он эмоционально. Вот. С лабиринта начинали. Ну да, и в лабиринте можно сделать, наверное, заказ. И, наверное, они уже там появились. Вообще еще. А по чем вещь? Я не знаю. Это надо лабиринта спрашивать. По чем они сейчас его продают. Они что, вам вообще тоже что-то дают с этого? Вы думали не только о себе, да? Я думаю, может быть, да. Я не знаю. Нет, поскольку я сам являюсь автором этих игр, я скорее… У меня независимые каналы от поставки. А можно у вас на сайте, например, заявку? Нет. Что-то произвести долго. Я не занимаюсь продажей. Вот я когда куда-то приезжаю, провожу свои семинары, я продаю. А так, ну, ребята, пользуйтесь какими-то услугами. Я прошу прощения. И здесь… Извините, что я сплюнился со своими семьями. Как можешь ты своим? Да, по данным рылам, я знаю. Могу. Ну, куда мусор выбрасывать? Так. Хорошо. Значит, просто у меня такое ощущение, что мы оставили людей как бы на обочине. То есть они уже хотят играть. Они могут, конечно, сами попробовать. Они могут сами сделать любой рисунок, нарезать буквы и начать играть. Здесь же важны принципы. И вообще вопрос состоит не в самой вот этой штуковине, которую можно купить, а в самой сумме идеи. И, собственно, оно же не обязательно должно приклеиваться. Оно может просто лежать. Ну, просто разумеется. Это удобно. Да, конечно. Оно может примагничивать. Да, разумеется, конечно. Гора, Гималайи, снег и горец. Ага. Здесь много чего может быть. Ну, смотрите, а какая-то есть? Я не знаю, но не методичка. Все инструкции только у меня в голове. А, инструкции нету. И вот, например, то, что мы сейчас играли, я эти инструкции показывал. Когда я провожу свои семинары, я их разворачиваю, эти инструкции. И вообще, на самом деле, это все надо превращать в такое… Надо делать электронные игры такого рода. И запускать их в производство. Надо много чего такого делать. Но это все будет происходить. Я в этом уверен. Для меня самое главное – запускать некие принципы. А базовый принцип заключается… Главный принцип – это принцип неисчерпаемости. Как только люди понимают, что вот это микро можно… Собственно, вы не обязательно с этим работали. Я играю с любым… Ребята. Сейчас. Я играю с любым пространством, в котором мы попали. Вот любое пространство. Можно я возьму картинку? Где? А вот со стены. Ну, давайте я принесу. Принесите. Вон ту маленькую картинку возьмите. Вон ту. Вон ту? Да, да, да. Я просто сейчас буду показывать, каким образом картинка превращается в бесконечность. С вашей помощью. Она тебе превращается в бесконечность. Да, да, да. Превращается картинка. Вот картинка, которую я вижу первый раз. Ну, давай. Давай, давай. Супи. Супи. Да. Я бы сейчас попросил… Супи. 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 Супи.